Здравствуйте! Ближайшие 20 минут о самых заметных событиях. В эфире новости телекомпании ТВН, студия Александр Бондаренко и вот некоторые темы этого выпуска. Увеличилась производительность, вырос ресурс. Объединенная сервисная компания завершила капитальный ремонт четвертой доминой печи. Широкий кругозор, врожденная интуиция и стальные нервы. Сотрудники следственных органов России отмечают свой профессиональный праздник. Рекорд массовости побит. Восьмой региональный велопробег, посвященный Дню города и Дню Металлурга, собрал без малого четыре сотни участников. А сейчас об этих и других событиях более подробно. Ежемесячно на дорогах Магнитогорска регистрируется более тысячи дорожно-транспортных происшествий. При этом аварийная динамика не изменяется уже в течение нескольких лет. Желание проскочить на бегающие желтые выезды на встречную полосу – основные беды магнитогорских водителей. Несмотря на ужесточение наказания, не становится меньше любителей прокатиться за рулем в пьяном виде. Многие такие поездки заканчиваются трагедиями. С целью выявления любителей сесть за руль после принятия горячительного сотрудники госавтоинспекции Магнитогорска проводят традиционные рейды. Сегодня утром в одном из таких рейдов побывал Станислав Юдин. Выезд из города в сторону поселка Красная Башкирия. 7 часов утра, понедельник. Сотни автомобилистов спешат по своим делам. Оказываются среди них и те, кто накануне расслаблялся при помощи алкоголя. К счастью, многих из таких борцов с трезвостью удается выявить до того, как они натворят бед. По данным госавтоинспекции, к июлю прошлого года в Магнитогорске было зарегистрировано 16 ДТП, случившихся по вине разгоряченных градусом водителей. В этом году таких случаев всего 5. Профилактикой штрафы сделали свое дело. Пить за рулем магнитогорцы стали меньше. Однако всегда найдутся и те, кого ужесточение законодательства не пугает. Регулярно выявляются случаи повторного управления транспортным средством в состоянии опьянения, за что предусмотрена уже уголовная ответственность. И влечет наложение административного штрафа в размере от 200 до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы сроком до двух лет. Итоги рейда в первый будний день недели оказались почти традиционным. Из более тысячи остановленных для проверки водителей, один управлял транспортным средством в состоянии опьянения, еще один был замечен в подобном состоянии уже дважды. У одного не оказалось водительского удостоверения. Еще один сел за руль, будучи лишенным права на управление транспортным. Вроде бы, согласно статистике ГИБДД, количество происшествий с участием пьяных водителей от общего числа. ДТП невелико, всего 3%. Но тяжесть последствий, как говорится, зашкаливает. Половина всей сводки погибших и раненых. Причем страдают здесь зачастую невинные люди. Станислав Юдин, Владислав Гусев, телекомпания ТВИН. 25 июля в третий раз в новейшей истории страны сотрудники следственных органов России отметили свой профессиональный праздник. Он был установлен постановлением правительства в 2013 году вознаменование указа Петра I у 1713 года о создании следственной канцелярии гвардии майора Михаила Ивановича Волконского. Своим праздником эту дату могут считать и сотрудники Следственного комитета России, и следственных подразделений Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности. О том, как встречают свой профессиональный праздник сотрудники Орженикидзовского межрайонного следственного отдела Магнитогорска, узнаете из нашего сюжета. Экстремизм, убийство, изнасилование – то, от чего у обычного человека кровь стынет в жилах, для следователя – работа. Неважно, день сейчас или ночь, эти люди в любое время готовы прибыть на место преступления, внимательно изучить все детали и улики, ничего не упустить, сделать соответствующие выводы. В Орженикидзовском межрайонном отделе работают всего 8 следователей. Однако за годы работы ими были раскрыты сотни различных преступлений. Дела коррупционной направленности, умышленные убийства, насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних. По словам руководителя Следственного отдела Михаила Малиновского, характер совершенных преступлений, их тяжесть и причиненные последствия находятся в прямой взаимосвязи с психологической зрелостью самого общества. Потому и бороться с правонарушениями необходимо сообща. Социальная атмосфера, социальная сфера, политическая, психологическая формирует и состояние преступности, потому что преступность – это такая категория, которая не может не зависеть от той территории тех людей, которые проживают на ней. Быть следователем значит жить в жестком ритме, на это способны лишь единицы. И в современных реалиях следствия ведут действительно знатоки. Специалисты в сыскном деле и в психологии, прекрасно ориентирующиеся в законодательстве, обладающие огромным трудолюбием и стальной выдержкой. Сегодня 25 июля, в день сотрудников органов предварительного следствия. Поздравляю всех своих коллег, прежде всего сотрудников Следственного комитета с этим праздником, но также и коллег, работающих в других ведомствах, занимающихся осуществлением предварительного следствия. Желаю всем крепкого здоровья, сохранить душевное равновесие в нашем нелегком труде, ну и как можно дольше оставаться в профессии, профессионально не выгорать. Всех с праздниками. Александр Бондаренко, Алексей Гондаренко, телекомпания ТВИН. Продолжаем программу. На Магнитогорском металлургическом комбинате последовательно реализуется программа ремонтов различной степени сложности в доменном цехе. Целью является обновление технологий, увеличение объемов производства, повышение производительности. Очередной пусковой объект программы – четвертая доменная печь, рассказывает Александр Власюк. В начале года состоялось обновление девятой доменной печи. Сейчас завершается ремонт четвертой. Это капитальный ремонт третьего бисразряда, по оценкам специалистов, наиболее сложной, требующей высокой исполнительской дисциплины, качественной координации всех участников. Комплекс работ, в первую очередь, это замена кожуха шахты печи, стопроцентная. Это замена обстановочных блоков горна. Это новая путировка шахты методом торпетирования. Ну и, конечно же, это ревизия всего горнового оборудования. Четвертая доменная печь – второй объект, на котором объединенная сервисная компания выступает как генподрядчик и организатор всего комплекса работы. Объем на девятой доменной печи, он был поменьше. Здесь он и по затратной части, и по весовым характеристикам, которые сдемонтированы и смонтированы. Объемы на порядок выше, трудозатрат больше. Но мы все равно стараемся работать эффективно, с минимальными ресурсами по привлечению субподрядных организаций и, в том числе, эффективного использования персонала нашего ОСК. На этом ремонте объединенная сервисная компания продемонстрировала все преимущества, которые закладывались при создании этого крупнейшего специализированного дочернего предприятия Банитогорского металлургического комбината. Высокий уровень компетенции, что позволяет минимально использовать сторонние ресурсы. Семь цехов объединенной сервисной компании обеспечивают здесь выполнение большей части необходимых работ. Возможность оптимального планирования, в результате чего на площадке работающих стало меньше, а темпы работ возросли, поскольку никто никому не мешает и никто не сидит без дела. Персонал планируется таким образом, чтобы работа не останавливалась и не было режима ожидания у персонала. Это сложно. Это сложно 60 суток, каждые сутки вести данное планирование, контролировать и добиться нормальных результатов по времени и по качеству. Да, эта система работает. Помимо эффективного использования инструментов организационного характера по программе «Эксперт ОСК» используются новые современные технологии ремонта, такие как шоттеркретирование, напыление специальной огнеупорной массы, что позволит увеличить производительность и ресурс печи. К другим темам. В поликлинике центральной медико-санитарной части открылся первый в городе кабинет палеоативной помощи. В нем врачи, анестезиологи и реаниматологи оказывают помощь пациентам, страдающим различными формами хронических болезней в терминальной стадии, когда все возможности специализированного лечения уже исчерпаны. Врачи оказывают пациентам и их родственникам не только психологическую помощь, но и организуют консультации узких специалистов, а также оказываются действия в социальном обслуживании. Не так давно в центральной медсанчасти открыл свои двери для пациентов кабинет противоболевой терапии. Начинание оказалось удачным, однако в городской медицине оставалось еще много нерешенных вопросов. Один из них – оказание противоболевой помощи онкологическим больным. Как правило, такие больные лежат дома, кое-какое место в больницах для них попросту нет. Да и с назначением наркотических препаратов и особенно определением дозы вещества у обычных терапевтов возникают проблемы. Врачи, работающие в кабинете палеотивной помощи, такими проблемами не озадачены. Все они прошли специальное обучение и доподлинно знают особенности протекания болезни у своих пациентов. Пока что в кабинете проводятся лишь консультации. В планах – обустройство отдельных палат и, возможно, создание целого отделения палеотивной помощи на базе центральной медсанчасти. Данный вид помощи в Магнитогорске наконец появится, потому что до сих пор его не было. И качество оказания помощи очень низкое. Напомним, что расположился кабинет палеотивной помощи в здании поликлиники центральной медсанчасти. Лечение в нем бесплатное. Уже шестой год подряд территория детского спортивно-оздоровительного комплекса «Абзакова» на одну смену превращается в настоящий «Наукоград». Более двухсот школьников со всего Уральского федерального округа собираются на смену эрудит, чтобы отточить уже полученные знания, подготовиться к предстоящим предметным олимпиадам, узнать много нового. Смена эрудит по праву считается одним из центральных образовательных проектов в Магнитогорске в летний период. Поэтому традиционно участие в презентации смены первых лиц города. Ольга Плотникова продолжит тему. В муниципальном предприятии «Отдых», а именно по инициативе его руководства, шесть лет назад стартовал проект. Прекрасно понимают, для этих детей летний перерыв на праздность непозволительно долг. В свои 14-17 участники смены эрудит уже точно знают, чего хотят добиться в этой жизни, что для этого нужно сделать. В известном смысле трудоголики, одаренные дети и без общего сбора в Абзакова летом учатся. Каждый сам по себе, без четкой схемы, отлаженных методик, режима дня, наконец. Все перечисленное им обеспечивают уже здесь. В Абзакова тяга к познанию у этих очень непростых детей врожденная. Ей просто не нужно мешать и временами направлять в нужное русло. Детям нравится. Неоднократные приезды в эрудит многих участников предыдущих смен лишнее тому подтверждение. Мне кажется, смена эрудит, она уникальна. Я здесь второй раз, и это здорово, что я могу совмещать общение с друзьями и познавать новые знания. Это просто замечательно. В этом году мы более подробно рассматривали такие сферы общества знания, как философия, социология и политология. Смена мне очень понравилась. На уроках математики я узнал очень много нового, в отличие от школы. Здесь учитель преподавал интересно, он заинтересовывал своей речью. Алена и Андрей вместе с еще восемью друзьями стали участниками совершенно новой для эрудита презентационной площадки. Прежде чем принять участие в дискуссионном клубе, а площадка называлась именно так, гости Абзакова вдоволь на вспоминались опыты из курса занимательной химии, поэкспериментировали с электрическим током и даже попробовали рисовать песком на стекле. Ностальгические нотки продолжились, когда участники дискуссионного клуба обсуждали проблему единого государственного экзамена. Модератор площадки, журналист телекомпании ТВИН Игорь Гурьянов предложил гостям вспомнить запись о специальности в дипломе о высшем образовании. Председатель городского собрания депутатов города Магнитогорска Александр Олегович Морозов. Александр Олегович, что у вас написано в дипломе о высшем образовании? Счастливого пути. Пятеро ярых сторонников и столько же не менее убежденных противников ЕГЭ на протяжении 15 минут отстаивали свою точку зрения, заодно обучаясь премудростям ведения публичной дискуссии, риторики, логики, в конце концов просто умению держаться на публике. Позже они признаются, в таком формате публичного диалога им пришлось выступать впервые, а площадка стала заключительной перед традиционно красочной линейкой закрытия, где лучшие среди равных обретали свои награды, а остальные еще и наплясались от души. Глава города Виталий Бахметьев по итогам смены был категоричен. Проект будет продолжен. Ко всем своим прикладным плюсам он выполняет еще одну задачу, положительно сказываясь на имидже Магнитогорска. Столица черной металлургии смело может претендовать на звание детской образовательной столицы в масштабах Уральского федерального округа. Это такое доверие городу Магнитогорску, что съезжаются ребята из всего Урала, мы уже видели географию очень обширную, и ребята-то непростые. Вот я в сравнении, вот мы праздновали 70 лет Уральским зарям, общались с пионерами, нынешними пионерами, конечно, и здесь. Здесь немножко другой уровень, чувствуется. С ребятами так это, просто так их в окку пальца не обведешь, потому что все-таки это эрудиты. Эрудит 2016 завершился, но отдохнуть сотрудникам Абзакова и отдыха удастся вряд ли. Уже через несколько дней живописные аллеи Абзакова огласят радостные крики уже другой, более узкоспециализированной смены. Здесь соберутся лучшие математики и физики Челябинской области. Ольга Плотникова, Игорь Гурьянов, Владимир Ровенский, телекомпания ТВИН. Магнитогорский «Металлург» сыграл первый контрольный матч в рамках предсезонной подготовки. В немецком гармиш Партенкирхене, где команда проводит традиционный альпийский сбор, обладатели Кубка Гагарина встретились со сборной Италии. Магнитогорцы вышли на эту встречу без целого ряда ведущих игроков, включая основного голкипера, которых заменили молодые коллеги. Несмотря на это, «Металлург» сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности, забросив две безответные шайбы. Их авторами стали Евгений Тимкин и Евгений Бирюков, которым в обоих случаях ассистировали Оскар Осола и Томаш Филиппи. Следующий матч команда проведет в воскресенье 31 июля против подмосковного «Витязя». О других новостях спорта через несколько секунд. Рекорд трассы устоял, рекорд массовости безоговорочно побит. Уже в восьмой раз состоялся масштабный велопробег от памятника «Первая палатка» до горнолыжного центра «Металлург-Магнитогорск» на озере Банное. Традиционные соревнования, посвященные Дню города и Дню Металлурга, в этом году собрали около 370 участников. С подробностями наш спортивный обозреватель Павел Зайцев. Эти люди не боятся ни падений, ни омутов, ни бродов. Они готовы к любым поворотам. Кто-то намерен всерьез побороться за результат, кому-то важно просто в очередной раз преодолеть себя. Впечатляет и разноцветие формы, и разнообразие велосипедов. Шоссейные, горные, трековые, совсем новые и видавшие виды. В нынешнем году организаторы, городская администрация, Магнитогорский металлургический комбинат, Союз молодых металлургов, как никогда тщательно подошли к привлечению новых партнеров и спонсоров гонки. В числе последних выступили такие солидные компании, как «Русский хлеб» и «Кредит Уралбанк». Возможно, отчасти и поэтому количество участников, которое прежде едва ли превышало три сотни, увеличилось почти до четырехсот. Наверное, не случайно, ведь велогонка, участие в велогонке – это сила, это характер, это спортивное мастерство. Я желаю всем хорошего старта, быстрого финиша и новых спортивных побед. Всего самого доброго. Спасибо. Я хотел бы каждому из вас пожелать выполнить ту задачу, которую вы для себя поставили, пройти эту дистанцию, показать лучшее для вас время. Ну и самое главное – обойтись на дороге без травм, быть вежливым с другими участниками движения. Внимание! От первой палатки по улице Строителей до Московской, затем до Советской, вокзальной, через Шурави и озеро Солёное по маршруту прекрасно знакомому большинству магнитогорцев. Рекорд трассы длиною в 42 километра установил четыре года назад спортсмен из Копейска Никита Стрежнев. Один час, пять минут и одна секунда. Как знать, каким было бы очередное достижение, если бы нынешний абсолютный чемпион, 16-летний воспитанник Белорецкой спортшколы Егор Репин не пробил колесо. Минуты полторы-две просто новое колесо поставил и всё, и дальше покатил. Потом ехал, добирал. Вот самая трудность была – это добрать пачку снова, снова в ней ехать, высидеть. Да, вот, чтобы потом можно было ещё и поработать на финише, нужно силы оставлять. Финишное время абсолютного победителя в этом году один час, семь минут и сорок пять секунд. Оно же стало лучшим и в классе спорту мужчин. А вот у любителей зачёт проводился ещё и по возрастным группам. Их было шесть у мужчин и три у женщин. Самой быстрой не только в своей категории, но и среди всех представительниц прекрасного пола в очередной раз стала председатель городской федерации бодибилдинга и фитнеса Лариса Денисова, которая не пропустила ни одного из восьми пробегов. В плане организации вот эта гонка очень нравится, как-то она выделяется среди всех соревнований, проводимых городом, областью, и поэтому очень хочется всегда поучаствовать с ней. И даже вот свои там основные старты где-то планируешь и подгадываешь под ГЛЦ, велопробег ГЛЦ. Есть с кем побороться, есть, ну, настоящий праздник. И праздник этот снова удался. А значит, есть отличный шанс, что через год велопробег пройдёт в девятый раз, а в 2018-м отметит свой первый серьёзный юбилей. Подождается Владимир Ровенский, телекомпания ТВИН. Новости этого выпуска, а также многое другое вы найдёте на нашем сайте tvdfisyn.ru. Впереди вас ждут коммерческая информация, а также прогноз погоды на 26 июля. Всего вам доброго и до встречи. Спонсор программы Открытое акционерное общество Магнитогорский металлургический комбинат По данным интернет-портала rp5.ru Завтра, 26 июля, в городе ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на северный 4-7 метров в секунду. Отдельные порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15 градусов, днём 20-21 градус тепла. Атмосферное давление прогнозируется в пределах нормы 726-728 миллиметров ртутного столба. Субтитры создавал DimaTorzok